Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас в студии телекомпании ДИМ-ТВ. Меня зовут Наталья Васильева. И сегодня гость в нашей студии Елена Черникова, начальника отделения по подготовке и призыву на военную службу отдела военного комиссариата по Димитровграду, Меликевскому и Новому Луклинскому районам. Елена Валерьевна, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. В режиме реального времени, ровно до 20.00, мы будем с вами общаться. Вопросы для моей собеседницы можете задавать по телефону 3 11 45. Если вдруг вы не услышите ответ на свой вопрос, это значит, что он либо требует доработки, но ответ обязательно будет вам дан, либо вы его пропустили, но не расстраивайтесь, на портале 3сосны.рф обязательно сможете услышать этот ответ. Итак, Елена Валерьевна, вот 1 апреля у нас начнется весенний призыв. Сейчас, как мы с вами перед эфиром разговаривали, сколько я поняла, у нас идет так называемая приписка. Что это такое, какие действия сейчас производит наш военкомат по отношению к ребятам призывного возраста. Ну, приписываются по месту жительства в наш военкомат граждане, достигающие в этом году 17 лет. В нынешнем году это граждане 96-го года рождения. Что такое приписка? Это определение категории годности, определение военно-учетной специальности и наши планы на будущее, на этого гражданина. Либо его какая-то перспектива также на будущее. То есть мы определяем категорию годности, дальше молодой человек может запланировать. Например, я могу поступить в военно-учебное заведение, или я, например, не могу в связи с тем, что я буду получать военный билет по состоянию здоровья. Либо мне нужно, например, поработать над собой, в некоторых случаях поправиться, в некоторых случаях позаниматься каким-то образом, чтобы, например, в дальнейшем также поступить в военно-учебное заведение, либо какие-то перспективы свои на будущее реализовать. Если говорить в числах, в количествах человек, приписки подлежат примерно какое количество? В 886 человек. Я, к сожалению, сейчас не помню по районам. Но на сегодняшний день уже прошли около 700. Большое количество, конечно, молодых людей, которые в настоящее время направлены на обследование. Что такое обследование? То есть наши врачи, которые работают в отделе военного комиссариата, не могут одни и сами принять решение. То есть им, по сути дела, нужно посоветоваться с такими же врачами, которые реально оценят ситуацию, состояние здоровья молодых людей. То есть где-то возьмут анализы дополнительные, где-то там взвесят, померяют их вес, пойдут они в ЭГС. То есть это дополнительное медицинское обследование молодых людей, чтобы впоследствии принять адекватное решение о состоянии здоровья. То есть я так понимаю, что это определенная, скажем, комплектация личных дел Димитроварских юношей. Да, то есть мы начинаем готовиться к приписке намного заранее. То есть это получается в настоящее время ноября 2019 года. То есть мы за диспансеров запрашиваем списки, тех молодых людей, кто стоят на диспансерном учете. То есть это те люди, которые имеют определенные заболевания. Со всех органов милиции, в нынешнем случае полиции, извините, мы запрашиваем списки людей, которые стоят у них на учете. То есть с наркологического диспансера молодых людей, которые привлекались за алкоголизм или наркотики. То есть все это учитывается. Когда молодой человек к нам приходит организованно с учебного заведения, то есть с ним присутствует на мероприятии обязательно педагог ОБЖ, либо педагог физкультуры, либо мастер, если это учебное заведение, училище или технику. И они характеризуют молодого человека в документах. То есть непосредственно что, как личность он из себя представляет. То есть эту характеристику обязательно нужно иметь в связи с тем, что на нее очень внимательно обращает наш врач-психиатр и неропатолог. Также дополнительно мамы заполняют лист медицинского освидетельствования, где указывают всевозможные заболевания молодых людей с самого начала рождения, извините, с самого рождения, которые... Ведется карточка в детской поликлинике. Да, то есть на основании этого они записывают все свои заболевания, обязательно запрашивается карточка медицинского, амбулаторная карта, извините. И в соответствии с этим выявляются какие-то определенные заболевания. То есть чтобы не получалось, как обычно, совсем скоро завтра забирать в армию, а вдруг у нас выявляются какие-то хронические заболевания, что оказывается молодой человек три месяца подряд последним мучается головными болями и прочее. Оказывается, на протяжении последних двух-трех лет у него что-нибудь не так с селезенкой, например. Да, правильно. Ну что ж, и у нас уже поступает вопрос, уважаемые телезрители. Я напоминаю, номер телефона 31145. Сегодня мы беседуем с Еленой Черниковой, это начальником отделения по подготовке и призыву на военную службу из военкомата. Елена Валерьевна, ровно до 20.00. Будете общаться не только со мной, но и с нашими телезрителями в прямом эфире. Вот то, что мы сейчас с вами говорили, как раз таки вот по поводу приписки и медкомиссии, которые сейчас ребята проходят. Вот вопрос от телезрителей, кстати, ну, не подписываем ввиду того, что три или четыре таких вопроса однотипных были, мы просто составили один общий. Итак, если, допустим, сейчас в 16 лет ребята начинают проходить медкомиссию в военкомате, в 18 лет еще раз проходят, сейчас вот у них идет приписка. Если, допустим, в 16 лет ребенок не смог в силу большой занятости, будь то какие-то творческие там кружки, спортивные секции, например, пройти врачей весной, может ли он самостоятельно пройти обследование у врачей летом или же просто в другое время года? Ну, почему летом не может пройти? Потому что медицинская комиссия у нас не постоянно действующая, а прекомандированная. Что такое прекомандированная? То есть мы приглашаем врачей на определенный срок. Стандартно у нас врачи с января месяца и по 15 июля. С 15 июля медицинская комиссия у нас заканчивает работать. То есть если пожелания родителей будут, то есть мы в связи просто с организационными мероприятиями не сможем этого провести. Другая сторона этой проблемы, то что мальчику, например, в 17 лет нужно будет поступать в высшее учебное заведение, а мы должны будем выдать приписное удостоверение, а мы до сих пор не определили ему категорию годности. То есть в приписном удостоверении прямо пишется. Годен к военной службе, ограниченный годен для времени, негоден. Каждое учебное заведение это приписное удостоверение запрашивает. То есть это один из тех документов, которые приемная комиссия запрашивает у молодых людей. То есть те же самые военные кафедры в каких-то учебных заведениях и тому прочее. То есть если мы не успеем в рамках первоначальной постановки на воинский учет определить категорию годности, то есть пострадает сам молодой человек. В общем, выход из этой ситуации есть какой-то? Ну, выход любой, конечно, из любой ситуации есть. То есть, в первых, нужно не молчать дома сидеть, а приходить в отдел военного комиссариата и решать этот вопрос. То есть мы, может быть, можем что-то предложить другое. Либо, может быть, медики пойдут на уступки и вынесут решение определенное и подождут. Но единственное, что хотелось бы отметить для родителей и для будущих призывников, что если запущенное медицинское обследование, это значит нерешенные вопросы категории годности. То есть они до сих пор не будут знать, пойдут они в армию или не пойдут. А, извините, на сегодняшний день военный комиссариат, ну, пока серьезно встает в умах молодых людей. В том смысле, что если повестка пришла, значит его завтра забирают в армию. То есть каждый ребенок точно должен знать свою категорию годности. Если говорить все-таки вот про обучение, которого мы коснулись, понятно, что ребята в 17-18 лет поступают в высшее учебное заведение, в среднеспециальное. Но, насколько мне известно, после трехлетнего перерыва у нас в стране возобновилось обучение в военных учреждениях, которым способствует в том числе комиссариат. Вот, если я вас правильно поняла, расскажите, пожалуйста, что это такое и куда он наш военкомат может направлять ребят? И для чего самое главное? То есть на сегодняшний день, вернее, так начнем, да, о том, что три года у нас не было заявок от военно-учебных заведений, которые обучают военным специальностям в последнее время и получение гражданской специальности. То есть профессиональных военных, будем так говорить. На сегодняшний день это 42 института, которые предоставили свои заявки. По всей России? По всей России. Это всевозможные города. Санкт-Петербург, Новороссийск, Вольск, Пенза и тому подобное. Это войска Министерства обороны, войска МЧС и внутренние войска Министерства внутренних дел. То есть не только от этих министерств, но можно также через военный комиссариат. А что для этого нужно? Ну, во-первых, у нас глобальная компьютеризация в Российской Федерации. Есть сайт такого министерства обороны, он официальный. На этом сайте также выставлены эти учебные заведения. Там оговорены критерии поступления в военно-учебные заведения, какие непосредственно нужно сдать ЕГЭ для поступления, какие физические упражнения. То есть получается, что военно-учебные заведения чем отличаются? Тем, что принимаются трехэтапные вступительные экзамены. Это физическая подготовка, это профотбор называемый так, это психоневрологическая устойчивость молодого человека. То есть их существует четыре вида. То есть, например, первый, второй и третий. То есть как реагирует себя молодой человек? Может ли он в каких-то конкретных ситуациях глобальных и острых вести себя адекватно? То есть готов ли он быть действительно профессиональным военным? Да, да. Поскольку мало ли что происходит, и действительно Родина может в любой момент посадить. Да, конечно. С ними заключаются все-таки контракты, поэтому куда Родина пошлет, туда и пойдет. На каких условиях, собственно говоря, военкомат предлагает ребятам проходить обучение военных учреждений? Ну мы не предлагаем, мы формируем личное дело и направляем молодого человека. То есть мы, грубо говоря, связующее звено между самим призывником и военным учебным заведением. То есть к нам поступили заявки о том, чтобы организовать им молодых людей, которые должны подать заявление до 1 мая. И в марте месяце мы приблизительно собираем группы, которые будут проходить медицинское обследование. То есть туда и набираются не все желающие, а те именно, кто годен к военной службе, годен по состоянию здоровья. То есть мы формируем дело, они сдают глобальное количество анализов всевозможных и централизованно отправляются. То есть отправляются документы в военно-учебные заведения, и потом к нам приходит такое направление. То есть прошу вызвать и направить наш адрес. Все это делается бесплатно. То есть выписываются проездные билеты до места прохождения. Ну, проездные билеты выписываются, конечно, мальчику самому, не родителям. Да, давайте сразу уточним эту вопрос. Да, потому что мы обеспечиваем будущего курсанта, а не курсанта с мамой. Единственное, я хотела отметить, что молодой человек, который поступит в учебное заведение, будет находиться на полном государственном обеспечении. Что это такое? То есть будут его кормить, будут одевать, будут выдавать стипендию. На сегодняшний момент у них стипендия от 12 до 21 тысячи. Почему такой размер? То есть полноценная зарплата, я так понимаю. Ну, для нашего города, да. Может, наверное, возможно, каждый день прорезать, даже позавидуют. Почему такой скачок? То есть там учитывается успеваемость, там учитывается, то есть, например, молодой человек, который обучается только на пятерке, он получает повышенную стипендию, как раньше были ленинские. Который учится похуже, он получает поменьше. Который на удовлетворительной оценке еще меньше. То есть, ну, он не остается без стипендий, да. Ну, а тот, кто не хочет учиться, он просто исключается от учебного заведения. То есть, это все серьезно. То есть, мало просто подходить по здоровью, нужно еще самому действительно хотеть учиться и хотеть стать профессиональным военным. Ну, мне кажется, наверное, каждый человек захотел учиться, потому что они получают и гражданскую, и военную профессию. То есть, у них выдается диплом государственного образца, где написано, что ты, если не захочешь быть военным, правда, ты обязан заплатить за обучение твое, если ты не хочешь заключать контракт на пять лет в будущем. А если хочешь, то есть, для тебя самое главное служить пять лет, а если там дальше не посчитаешь нужно, значит, ты не будешь служить в российской армии. Если тебя это заинтересует, значит, ты будешь дальше продолжать. Единственное, хотелось бы отметить, что на сегодняшний момент самый глобальный вопрос – это трудоустройство. Они сразу же являются трудоустроенными молодыми людьми. То есть, они получают направление к месту прохождения службы. Елена Валерьевна, скажите, пожалуйста, вот в каком возрасте молодой человек уже должен определиться, что да, я хочу быть профессиональным военным, и куда ему самое главное к вам в военкомат прийти, там, допустим, либо к каким специалистам. Может быть, есть номер телефона, по которому молодые люди сейчас вот посмотрят, послушают эфир и решат, что почему бы мне не попробовать, чтобы более дополнительную информацию узнать. Существует две категории молодых людей – это те, которые не служили в армии и которые служили в армии. Возраст не служивших от 16 до 21 года, а служивших от 18 до 23 лет, извините. Куда обращаться? К нам в отдел военного комиссариата 207 кабинет. Контактный телефон 26130 и 26704. Сотрудник объяснит, даст пояснения, даст какие-то направления, если есть желание уже проходить медицинское обследование, что-то пояснит, возможно, даже расскажет об учебном заведении, потому что занимается этим вопросом кадровый военный, бывший кадровый военный, который служил в армии, который знает, что такое, который тоже закончил высшее учебное заведение. То есть получается, если я правильно вас поняла, что юноша, который еще не отслужил в армии, например, законно закончил школу, он может сразу пойти в военное учреждение? Да.